Скажем про Крымский мост. Один из, как интересно написано, чиновник главного управления разведки в интервью изданию The Guardian сказал, что Крымский мост планируется уничтожить в первой половине 1924 года. Его разрушение неизбежно. Также он добавил, что у генерала Буданова уже есть большинство необходимых средств для реализации задуманной операции. Так что ждем. И генерал Буданов сам обещал, что мост в этом году будет разрушен. Видите, сейчас уже даже есть через The Guardian, мы знаем это уточнение, что до 1 июля в первой половине года. Так что ждем с нетерпением, когда Крымский мост прекратит свое функционирование как мост между украинским Крымом и материковой частью Российской Федерации. Ну и немножко новостей из-за рубежа. Немецкая компания КНАУС попалась на нарушении санкций. Ну вот тут действительно деньги не пахнут. Германия старается, напрягается, пыхтит, выделяет деньги для того, чтобы помочь Украине с закупкой боеприпасов. Они сейчас полмиллиарда пятьсот, там 76 миллионов выделили на закупку боеприпасов по инициативе президента Чехии. Германия формирует нам пакеты военно-технической помощи. А немецкая компания КНАУС продает строительные материалы расшистам для выполнения строительных работ во временно оккупированном Мариуполе. То есть нарушение в квадрате. Мало того, что в нарушении санкций немецкая компания торгует с Российской Федерацией, но она еще и продает строительные материалы для введения каких-то строительных работ в временно оккупированном Мариуполе расшистами. Вот такая вот. Ну, в принципе, как выяснилось, глава этой компании КНАУС был 20 лет почетным консулом России. Так что, и причем заказы КНАУС выполнять не просто какой-то российской компании, а Министерство обороны России закупает у КНАУС строительные материалы для своих нужд. Поэтому тут еще, я так понимаю, надо разобраться, в Мариуполе идут эти материалы. Может, эти материалы используются для строительства оборонительных рубежей расшистских войск. Я думаю, немецкая прокуратура разберется в этих нюансах, почему КНАУС продает строительные материалы Министерству обороны России. При том, что Германия является чуть ли не локомотивом, а в Европе локомотивом по введению санкций против Российской Федерации. Вот так вот. Одни борются за демократию и независимость, помогают нам завоевывать независимость и суверенитет нашей страны. Отвоевывать, точнее, которые пытается Россия у нас отобрать. А другая немецкая компания торгует с Министерством обороны Российской Федерации, укрепляя строительные, поставляя строительные материалы, еще неизвестно для строительства чего. Пишут, что якобы для Мариуполя, а на самом деле трудно сказать. Далее, Латвия намерена заключить с Украиной соглашение по безопасности. Это может произойти 11 апреля. По данным издания Делфи, Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности для Украины. Ну, это вот этот пул стран, которые подписывают договора, как я вам уже объяснял, на долгосрочное сотрудничество в оборонной и военной сфере. Так что, причем, Латвия планирует это подписание на саммите инициативы Трех морей в Вильнюсе. Будет проходить этот саммит, я так понимаю, 11 апреля. Саммит Трех морей – это Балтийско-Черноморский союз. Ну, раньше, потом был Люблинский треугольник, теперь он называется Саммит Трех морей. Так что, кстати, очень-очень позитивная новость в том плане, что этот саммит живет Трех морей и что он не умер. И я думаю, что мы все-таки его создадим. Рано или поздно мы создадим Балтийско-Черноморский союз. Возможно, Третье море – это Каспий. Тоже войдет туда какие-то из стран, которые пожелают к нему присоединиться. И, соответственно, это могут быть наши потенциальные союзники, те, кто помогут нам создавать систему коллективной защиты для нашей страны. Далее, Германия инициирует поиск доступных систем ПВО Патриот для Украины. Не только у союзников, но и вообще во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел Украины пан Кулеба. Глава МИД также подтвердил, что во время встречи Совета Украина-НАТО, который проходил в Брюсселе, НАТО сосредоточится исключительно на одной теме – поставка систем Патриот для… Хотя союзники планировали обсудить и долгосрочные обязательства. Ну, это совет на Украина-НАТО. И да, у нас сейчас вопрос закрытия неба опять стал остро, как никогда. Тем более, что мы сейчас и разворачиваем производство на нашей территории. Возвращаются мировые бренды в Украину, открывают свои торговые предприятия и точки. Так что безопасность с воздуха для гражданского населения должна быть обеспечена. Именно поэтому и занялись. Патриотов достаточно. Их очень много выпущено. Вопрос только в том, кто может поделиться патриотами. Ну, я думаю, что, видите, Соединенные Штаты, там опять идут брожения по поводу того, будут выносить на голосование законопроект, не будут. Я сегодня не акцентирую на этом внимание. Давайте подождем немножко еще до 9-го числа. Время есть, 9-го собирается Нижняя Палата Конгресса. И тогда к этому времени уже будет. Потому что, да, Блумберг написал о том, что не собирается, но не дал источник, кто ему это сказал. Майкл Джонсон пока не выступал за провержением своих же слов, что он будет выносить это решение на голосование. Поэтому не спешу. Но, я хочу сказать, что как бы там ни было с вот этим выделением финансирования, у президента Соединенных Штатов есть много других механизмов. И в Соединенных Штатах, это из открытых источников информации, откройте Википедию, вы увидите там 480 пусковых установок Патриот на сегодняшний день. 480. Разделите на 8. Это будет 60 комплексов. Ну, почему бы не поделиться с нами этими комплексами. В Европе 80 комплексов. У всей, если суммарно брать, страны европейского континента, 80 комплексов Патриот. У нас, у нас 3. И наша страна самая большая страна на европейском, в Европе. Ну, я Россию не беру, потому что она евроазиатская страна, и там азиатская часть больше, чем европейская. Поэтому мы не берем. Берем чисто европейские страны европейского континента, которые в полном объеме находятся в Европе. Далее. В Великобритании, Соединенные Штаты, Канада, Япония и страны Европейского Союза поддержали создание спецтрибунала для России в Гааге за преступления против Украины. Об этом тоже сообщил министр иностранных дел Пан Кулир. Всего декларацию о создании Международного уголовного трибунала за преступления РФ и против Украины поддержало 44 страны. Это, кстати, очень хороший показатель. Это говорит о том, что эти 44 страны в случае отказа Российской Федерации выполнять решение суда, они это решение поддержат, начнут арест и изъятие имущества РФ для выполнения решения суда. А главное решение суда, это будет осуждение военных преступников, то есть те, кто отдавал высшего эшелона, те, кто отдавал приказы убивать и захватывать чужие территории. А вторая задача этого суда – осовокупить весь ущерб и потребовать с Российской Федерации выплаты репараций, то есть возмещения ущерба, нанесенного нашей стране, нашим гражданам. Кстати, в Украине у нас с вами через додаток ДИЯ открылся Международный реестр убытков, нанесенных как физическим, так и юридическим лицам нашей стране. Это Международный реестр, вы подаете туда все данные, там регистрируетесь, подаете туда все данные, и эти все данные уходят в ГАГу, и будут включены в общий реестр, в общую сумму репараций, которая будет присуждена Российской Федерации по итогам судебного заседания. То есть не вот эти все там вожди Кремля, которые вещают со всех утюгов и рулят Российской Федерацией, суд, суда им не избежать. Причем, ну, даже если их не удастся поймать, или они по каким-то обстоятельствам не смогут, там обстоятельства смерти, например, или тяжелые болезни не смогут присутствовать, они будут осуждены заочно. То есть это клеймо в вечности. Военный преступник. Кстати, на Путине это клеймо уже стоит. Ордер на его арест, арест вот этим международным уголовным судом, уже выписан за похищение детей. На него и на детского обучсмена Российской Федерации. Далее в Тайване произошло землетрясение, очень крупное, крупнейшее, самое мощное за последние 25 лет. Сила толчков достигала более 7 баллов по шкале Рихтера. И в результате этого землетрясения довольно много разрушений, и в том числе крупнейшее в мире монопрофильная компания по производству полупроводников остановила свое производство и эвакуировала заводы из-за сильнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване. То есть сейчас начнется, может создаться перебои с поставками микрочипов на международный рынок. На сегодняшний день Тайвань оценивается как более 80% мирового рынка выпуска микрочипов. Вот такое вот может быть колебание или дефицит, возникнут дефицит микрочипов на рынке. Ну а вообще, конечно же, тайваньцев очень жаль, потому что землетрясение это непредсказуемая стихия, с которой совладать нельзя. Естественно, есть разрушение жилого фонда, люди остались без жилья, без движимого имущества, ну и, соответственно, без работы. И сегодня, сейчас, теперь надо организовывать туда гуманитарные конвои для оказания помощи тайваньцам.